Эта история началась в середине прошлого месяца. Ненадлежащее состояние детской спортивной площадки, а в особенности покрытие, которое просто усыпано дырами, привело к несчастному случаю. Ксения Жигальна сломала ногу. Когда мы виделись, с ней девочка рассказала, что данная площадка уже давно в таком состоянии, но запрета находиться на ней не было. После несчастного случая местные власти площадку опечатали и даже повесили замок на ворота. Проверка выявила дыр в прорезиненном покрытии, сломанные сидения на тренажерах, отсутствие подхода к площадке и неокошенную траву. Сотрудники Госадомтехнадзора сделали предписание на устранение недостатков. Согласно законодательству, на это отведено две недели. Но три недели спустя вместе с оградительной лентой исчезла и калитка. Теперь подход открыт. Чем пользуются местные детвора, которые гоняют мяч на площадке? Каждый день сюда приходим играть, в футбол погонять. Но мы где играем, где поменьше кочек, где намного лучше поверхность. А еще, казалось бы, не такой важный факт. Высокая трава. Но на днях Костя полез в нее за укатившимся мечом и получил ожог от борщевика. Данная площадка находится на особом контроле у Госадомтехнадзора. И дальнейшие действия уже известны. За невыполнение предписания составляю еще один протокол и передаю его мировым судям. Мировым судям, чтобы они назначали уже выше наказание за неисполнение предписания. И выдается, я тогда выдаю уже после решения суда, выдаю новое предписание с новым штрафом и новое предписание на выполнение и устранение данного нарушения. Контроль за состоянием площадки должна осуществлять администрация поселения Булатниковская. Но, по их мнению, в первую очередь вину стоит возложить на подрядчика, выполнявшего работы. Мы подали на юридический отдел для создания претензионной работы. Именно по этому контракту, который выполняли подрядчики, когда делали эту площадку. Работа ведется претензионная, жалобы направленные. Но восстановление до сих пор не последовало. Вот единственная информация, которая есть на данный период. Но, несмотря на такое выпиющее невнимание местной власти, жители не опускают руки и сами благоустраивают свою территорию. Здесь все сделано своими руками. Малая форма для детей, мостики у пруда, лавочки и даже небольшой фонтан. Идейный вдохновитель Юрий Кушнер по-хозяйски обходит места. Листва падает, приходится ее постоянно подметать. Подметать, косить траву, убирать мусор. И не потому, что должен, а потому, что хочется, чтобы было хорошо и уютно всем. С помощью дайверов мы убирали водоем от мусора. Еще один у нас есть местный житель Евгений Евдокимов. Он использовал с собой свое транспортное средство, которое он создал для уборки мусора, для перевозки всевозможных сыпучих грузов. Вот у нас была такая акция – очистка пруда, дна водоема от мусора. Два объекта – разломанная детская площадка и благоустроенный пруд. Ну а выводы каждый пусть сделает сам. Екатерин Чернышев, Евгений Петров, Видное ТВ.